Всем самого привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек, и мы продолжаем играть карьеру в NBA, вторая серия. Я успел немножко поиграть в парке с друзьями вчера, и смог прокачать себе целый один уровень. Точнее, я его еще не прокачал, у меня есть возможность прокачать свои атрибуты. И давайте же посмотрим, что мы с вами прокачаем. Нам открылся по одному пункту в скорости, в ускорении. И в стамине. То есть на это все нам надо 7750 виси. У меня пока что 6,748, поэтому я, пожалуй... Хм... Стамину, я думаю, я чуть попозже прокачаю, да. Как только получу новые висишки за матч, стамина, в принципе, у меня 96. Ускорение получает 76, скорость 77. Но будет, мне кажется, где-то 80 с копейками, и это очень хорошо. 96 стамина, это прям топ. Что у меня здесь еще? По данкам, так... Данк с положения 186. Данк в движении 86. И 86 контактный данк, то есть когда какой-то игрок рядом со мной. Неплохо. Шоткласс 92. Плэяпчики 92 и 88, это прям клево. В движении, то есть 88, но это уже очень хороший показатель, да, из 99 и 88. А 92, то есть когда просто под кольцом уголояпчик сделать, это прям клевый навык. Итак, мы с вами сейчас сыграем еще один матч в NBA. Потом, после этого, как я и говорил, я покажу вам тренировку, как я буду тренироваться. Доступно бывает либо 2, либо даже 3 тренировки, потому что после вчерашнего матча, который я сыграл, я потренировался даже 3 раза над своим баджем. Но пока там прогресс не особо большой. То есть, в принципе, вот по 3 тысячи очков, да, максимум где-то у меня уже 4 есть, то есть над основными баджами. Но все равно 12 тысяч нужно набрать, чтобы хотя бы они стали бронзовыми. То есть все эти баджи, они станут бронзовыми. Потом нужно будет 24 тысячи опыта на каждой, чтобы они стали серебряными. Потом, я думаю, что 36 тысячи опыта, чтобы они все стали золотыми. А One Man First Break у меня вообще будет аметистовым. То есть это мой единственный аметистовый бадж. А Акробат, Пастерайзер, Лобсид, Финишер и Рэйленд, Финишер, они будут все золотыми. Ну и тут такие баджики тоже немножко прокачались. Потому что, в принципе, я говорю, если раньше, когда ты играл с друзьями в парке 3 на 3, то не прокачивались баджи. Ты просто шел играть для того, чтобы поиграть. То есть просто, чтобы в баскетбол немножко побегать с друзьями. То теперь это тоже прокачка, и это прям клево. Вот, но давайте без лишних разговоров отправимся на матч против U2JAS. 20 октября. В этот раз, я думаю, мы будем в белой форме играть. И поглядим, насколько в этот раз меня выпустят. Хотелось бы, конечно, побольше поиграть. Хотя бы минут 5-6, чтобы мне дали. Прегейм-шел снова начинается. И переговорим, что во время загрузок действительно какой-то экшен происходит. Привет, баскетбол-фанцы. Я Эрни Джонсон. Великой, Эрни Джонсон, с приветствием. Кенни Джон Смит справа, Шахилонин слева. И нам показывают центрового. Идет Джаз, Руди Габера. 14 очков в среднем. Он набирает по 2,6 блоков за игру. И почти 13 подборов он делает. Ну, Карл Антони ничем не хуже. Ей вообще 25 очков в среднем с игру. Хотя была-то всего лишь одна игра. Ну что ж, у нас почти все готово к матче. Я вроде никаких вещей не покупал. Сейчас посмотрю, может быть, что-то я еще могу надеть. Так, это у нас получается слева рука. Я думаю, такой браслетик накину. На правый. Почему его нет, кстати? Странно. Я думаю, на правый уже должен быть. Каждый раз, что ли, заново надо аксессуары надевать? Или я просто в прошлый раз не сохранил, может быть, как-то? То, что я стилю. Да, у меня действительно на одной руке ничего нет. Странно. Так, ну все. Теперь точно все есть. Поехали. Поглядим, сколько времени мне дадут. Надо что-нибудь прямо сделать, хорошее успеть. Вторая игра в NBA. Уюта, кстати, тоже статистика. Одна победа. Да, как и у нас. Так что сегодня какая-то команда впервые проиграет. Да. Камеру показывает меня. Ну, я, в принципе, готов. Я готов к игре. Чимин Баттлер. Естественно, пока что от него все ждут. Свершений. Итак, Рикки Рубио, Родни Худ, Джо Инглс, Дерек Фейворс и Руби Габерр. Будут играть сегодня против нас. Ну, Карл Энтони, как мы видим, вроде Габерр выигрывает. Поста там. Молодой волк. Так, ну, а я со скамейки снова начну и потом выйду. Ребятки, со второй четверти я сразу же в старте. Отлично. Есть шансы хорошо показать себя. Зарабатываю холм. Заработал штрафной. И попал его. Вполне неплохо. Первую, правда, промазал. Но это не важно. Обошел красиво и... Заработал фол. Рудика Берг, кстати, по-моему, вообще мог чисто сейчас отбирать. Не зря он сейчас не понимает, за что был фол. Но все-таки я прошел. Это был реально неплохой проход. Так, ну и надо попадать в штрафные. Тайминг здесь вот прям гораздо дольше, чем мой обычный удар. Поэтому я пока что очень сильно не привык. Ну и плюс статы там где-то 50 с чем-то штрафные. И один из двух попал. Так, я в отрыве, ребята, ну! Отлично. Первые два очка в этом матче. Как раз моя игра, то, что я и должен сделать. Убегать в отрыв после того, как мы завладели мечом. Зарабатывать стабильно два очка. И у Уэллс хороший отбор. Здесь, я думаю, его не забугунят. Да, и еще два очка. Зарабатываю еще один фол. Снова штрафные. О, вот это был очень хороший штрафной. 68% шанс, правда, но я, по-моему, вообще отлично набрал. И второй попал. Наконец-то. 6 очков, ребята. Один подбор в этом матче. Потихонечку, помаленечку играем. Ну что ж, пол игры прошло. Плюс 13 мы идем. Скорее всего, меня выпустят теперь где-то, наверное, в четвертой четверти. Да, в четвертой четверти за минуту до конца. 113.98 здесь. Естественно, уже все очевидно и понятно, кто выиграет. Но я могу набрать какие-нибудь очки. Обошел руки. И легкие два очка. Хорошо, 8 очков уже набрал. По десяточке, в принципе, для меня, с моим игровым временем, мне кажется, будет хороший результат. Не-не-не, здесь меня так легко не пройти. 5 секунд осталось. Внутри я пулять не буду, я просто отдам пас. Может быть, Велс? Ачивка какую-то дали. Ну, слушайте, нормальный матч провели. Одна, правда, у меня потеря была. А так, в принципе, два подбора я, по-моему, сделал в защите. И набрал 8 очков. Это почти все на штрафных. Но потихонечку иду к своей игре. Плюс пока что без баджи я просто прокачанный игрок. То есть, более-менее нормально, хоть что-то я могу делать. Но с баджами, действительно, я смогу выполнять свои задачи на площадке. Немножко фанатов выросло. Здесь, наверное, опять будет какая-нибудь вставочка с тем, что... Я подойду к охраннику, попробую ему пятюню дать, а он меня даже знать не знает. 8 очков, 0 эсистов, 3 подбора. Да, даже 3 подбора. Бэй-минус оценка. Да-да-да-да-да. Пока еще рано. Пока еще рано. Так, у меня пришла какая-то смс-чка, давайте посмотрим. От моего агента Брайана. Так, у него есть еще какое-то предложение для меня. Он спрашивает, заинтересован ли я, конечно. Все, что ты должен сделать, это прийти в НБА-магазин. Хорошо, пойдемте. Может, красочки себе приклю? Хотя нет, нет, не буду. Мне же надо немножечко накопить, по-моему, 500 виси еще, чтобы стамину прокачать еще на плюс-1. В принципе, стамин реально 96. То есть, я могу бегать и бегать, вообще не уставая. А если все баджи прокачаю, то вообще будет топ. Так, а вот и НБА-100. Давайте заглянем. Привет, Диже, привет, чувак. Мы можем бы фотку сделать, да, конечно. Я баскетболист, чувак, выше, чем я, наверное, на голову. На голосовую патчу ты ему сообщение записал. То есть, это все, да? Типа, я должен был просто зайти пофоткаться с чуваками в магазине. Но я же даже ничего не купил. Ну ладно. Наверное, мне позвонит агент, скажет, что за это я что-нибудь получил. Типа, плюс-2 фаната, которые меня пофоткали. Разве что. Так, ну и как я и обещал, идем на тренировку. Я покажу вам тренировку своего основного баджа. Думаю, что я два раза ее сделаю. И, возможно, еще пик-н-ролл немножко прокачаю. Если будет три тренировки, все-таки доступно. Игроков довольно много. Прикольно, что все здесь на одной улице. Ну, на всех может посмотреть, что действительно реальные игроки здесь находятся. И ты не один бегаешь. Так, мы на тренировочке. Я вижу, что ты делаешь работа. Вот здесь мы можем выбирать баджи, над которыми мы хотим поработать. То есть, можно выбирать даже прям самые такие себе баджи. Можно над штрафным немножко поработать. Но я слышу, что это довольно тяжело сделать. Давайте попробуем. Одну тренировочку хотя бы сделаем. Сколько у меня доступно? А, три тренировки. Нормально. Одну как раз можно потратить на штрафные. Просто вот очень долго нужно держать. Если был бы такой же релиз, как у обычного броска, я бы делал. Так, за 10 бросков я должен набрать как можно больше очков. Ну, давайте. Плюс заодно, в принципе, релиз могу вылучить. Первый пошел. Второй. Попал, хорошо. Вот немножко раньше отпускаю, чем надо. И мне об этом пишут наверху. Так. Снова немножечко рано, но хорошо. Три попало с трех. Давай. Главное реально тренироваться и попадать. Снова чуть раньше и, видите, уже улетел в сторону. Опять рановато. Я все-таки прямо вот, ну, не привык пока. Действительно, я отпускаю раньше, чем нужно. О, отличный релиз. То есть, хороший релиз написали, но не попал. То есть, здесь 100% шанс только, когда на экселент бросаешь. То есть, на великолепно. Даже хороший релиз может не пойти в кольцо. Можно мне пас? Какой-нибудь. Ясно. То есть, чувак справа стоял с мячом, мне его не отдал. Окей, девятая попытка. Восемь очков пока что я набрал. Десять очков набрал. Я так понял, что здесь надо попадать десять и десяти, чтобы три звезды получить. И снова промазал. Хотя, вроде, летел неплохо. Так, смотрим. Вообще, одну звезду только дали. Пятьсот двадцать очков. Сто опыта. Ну, считайте, зря тренировка прошла. Я бы мог что-нибудь другое сделать. Ну-ка, могу я этот попробовать сделать? Евростепик, ну-ка. Смогу, не смогу. Нет, секюр получился этот. Я, на самом деле, не очень хорошо знаю, как все это называется, но... Вроде как, немножко это не то. Вот, Евростеп получился. Отлично. Так, хорошо. One man fast break. Мой основной бадж. Буду качать его. Здесь, в общем, будет прямая линия. От кольца до кольца. Я должен буду один на один обыгрывать своего партнера по команде. То есть, он атакует я атакую. Он атакует я атакую. И видите, так как я сильный, я могу действительно проталкивать его. И то есть, у меня нет с этим вообще никаких проблем. С тем, чтобы его протолкнуть, например. И заработает два очка. Шабас Мухаммад против меня. Кстати, он постоянно против меня играет здесь на этих тренировках. Эх, все-таки он попал. Но поздновато я прыгнул, конечно. Все, у меня есть 15 секунд. Все, видите, я его обошел. И дальше просто дорога к кольцу свободна. Так, верните меня, пожалуйста. Я как-то бежать назад. Че-то праздную. Радуюсь вообще на тренировке. Блин, забил двух очков. То есть, абсолютно стандартных движений. А радости столько. Нет, это Бубун. Меч мой. Да, давай, давай, давай! Оп, лояпчик. Залетел. Но пока что я действительно выучил много новых движений, но мне нужно к ним привыкать очень сильно. То есть, я думаю, что первый сезон у меня уйдет только на притирку своих навыков. То есть, ну, на то, что я вообще могу делать за своего игрока. А потом уже пойдет как более-менее нормальный баскетбол, я надеюсь. Оп, и не попал. Теперь мне нужно за ним успеть еще. Но у меня уже нет стамина, так что... Это легкие два очка для Шабаза. Но он два раза попал. Я попал три. Все, снова протолкнул, ушел. И без вариантов для него. Вторую тренировку я, наверное, уже показывать не буду. То есть, я буду делать то же самое. Ну, и я думаю, что вы примерно увидели, что мы делаем. А так вообще, ну, я, наверное, покажу какую-то большую часть тренировок, которые буду делать на бадже на своей. Либо какие-нибудь интересные. То есть, я сам еще большинство не видел. Я вот пока что только несколько сыграл. Ну, например, на штрафную тренировку там действительно надо 10 раз попадать. И туда его. Класс. Так, смотрим на прогресс баджа. Три из трех. За акробатический лайапчик дали маленьких очков. Акробата действительно нужно качать, потому что будут иногда сложные моменты, когда нужно прям попадать будет. Янклбрейкер маленько прокачался. И два подбора я сделал. Хорошо. Смотрите, сколько баджи прокачал за одну вот эту тренировочку. Так что это прям гораздо лучше. Можно, конечно, еще что-нибудь посмотреть. Например, я прокачивал пик-н-роллер. То есть, мне ставят партнер по команде пик-н-ролл. Точнее, нет. Я ставлю ему пик-н-ролл, забегаю под кольцо и данчу. Это все, что мне нужно сделать. Смотрите, я подхожу. Ставлю пик-н-ролл. Получаю мяч. Мяч в кольце. И вот это вот нужно повторять до автоматизма, чтобы в игре уже делать это максимально быстро и качественно. То есть, подбежал, встал. Двигаться во время пик-н-ролла нельзя, потому что иначе будет фол. И все. Сделал дело. Тренировки здесь реально прикольные. То есть, ты действительно оттачиваешь свое мастерство. Скорость движений, какие кнопки нажимать. И вот это вот все. Ну, я готов. В миллиметре от крышечка стоял. И он уже пас не дал, видите? То есть, в мои детства должны быть абсолютно точными. Оп. Пас. И туда его. 16 уже. Очков на право. Сюда. Готов. О, прикольно получилось, кстати. 10 попыток, 20 очков. Все как и должно быть. То есть, я ничего не промазал. Три звезды, естественно. И тысячу очков дает. Смотрите, какой перерост хороший. То есть, тренировки это прям действительно важно. Но, вот в этом матже только он и качается. В этом есть небольшая проблемка. А там прям качается все сразу. Но с другой стороны, все сразу можно в матче качать или в парке. Вот. Больше, естественно, тренировки мне недоступны. И мы можем играть следующий матч против... Против Тандер. С Расселом Весбруком. С Полом Джорджем. И Кармелла недавно туда перешел. Но я не знаю, есть он тут уже в расстреле или нет. Потому что, в принципе, был патч совсем недавно. Возможно, он уже добавлен в состав. У них пока одна победа-0 поражение. У нас две победы-0 поражения. Так что, вперед, к второму матчу. Я думаю, что я все равно там сыграю немножко. Так что, как раз попаду. И куча форм доступна. Всякие старые формы, новые формы. Исторические формы. Это прям прикольно. Вот в FIFA такого количества форм у одной команды никогда не будет. По максимуму 2-3 и все. Так, я хочу, кстати, снова в Салатове сыграть. Матч будет не из легких. Все-таки мы играем против команды, в которой MVP прошлого сезона играет. Так что, он может набрать очень много очков. Так, мне вроде ничего больше переодевать надо. Я, конечно, посмотрю. Может быть, опять все сбросилось. Но по-хорошему не должно. Я вот в прошлый раз не понял, почему у меня сбросили все мои повязки. В этот раз все на месте. Погнали. Я готов. 10 очков набрать пока что вот моя цель в этой игре. А мы еще и в гостях играем. О-о-о. Арена, конечно, очень красивая. Эффект, вот если что, это все точно так же здесь сделано, как в реальном мире. То есть, как в реальной жизни. Да, игроков Акахома не будем смотреть. Нам главное засуним. Да, Carmelent они у них уже в составе. Все, они его добавили. Ух, ребята, это пока же самая сильная команда, с которой мы встречались. На данный момент. Поглядим, что-то как. Ребятам удачи. Я буду со скамейки уходить и пытаться не портить игру. Но, поехали. Так, 37.28. Мы, кстати, плюс 3 ведем. Хорошо. Ой, лапчик еще and one получился. Хорошо, неплохо я сразу вышел. Майкровейв бадж сработал. Вот видите, справа наверху. Мне показывают, какие баджи у нас работают. То есть, убрал, видите, и левой рукой зарелизил. Чтобы правый меня не... Ну, если бы я правый делал, мне кажется, мяч бы у меня забрал центровой. Так вот так получилось. Ну что, я тренировал штрафные. Надо показывать класс. И есть. 3 очка в копилку команды. И уже плюс 6. А против меня немало... Немного Пол Джодж играет. И я не дал Пол Джоджу... Ммм... Попасть, но... После этого на 60-дку и пустели игрока. И снова and one. Че-то я прям прорываюсь в красочку. Нормально. У меня игра в сильную. Могу так делать. И штрафной попасть. Попал. Ребята, уже 6 очков. Я в огне. Видите, значачек появился. А это значит, все мои характеристики увеличились на 5. Так, ну давай получешь. Это будет тяжеловато, конечно. Такого игрока держать. Ну и они тоже and one забивают. Пока плюс 5, но уже может сейчас будет на наше преимущество лишь плюс 4 очка. Да. Посмотрешку, Брукс попадает. Ассист мне дает. Хорошо. То есть мои пасы, которые там где-то, по-моему, 70-чем-то должны быть, сейчас увеличились на 5. Так, пол Джордж. Один на один, давай. Поглядим, что ты сможешь сделать. И ничего. Он не смог против меня сделать, но снова подбор не за нами. Под своим кольцом надо, конечно, собирать. О, какой хороший деф, ребята. Это мой шанс. Туда его. Отлично. В отрыве убежал и слэмданг. В мою копирочку. 8 очков уже. Пол Джордж нет, но это контест-бросок. Он попал это! Ух. Это Пол Джордж. Ой, что делает? Что делает Уэллс? Вы посмотрите, как он прошел. И какой данк. Уэллс попадает. Я ему на треху отдал, но там, по-моему, его уже накрывали. Ладно, еще один ассист. Слушайте, в какой-то момент во второй четверти отставание Аклахома от нас было в 2 очка. И мы до 12 его увеличили. Очень хороший. Очень хороший отрезок мы выдали. Надо продолжать так же, ребята. Ну что ж, плюс 22, ребята. Мы ведем плюс 22 после половины матча. Хороший результат. Два ассиста у меня 8 очков. До 10, я думаю, можно набрать. Возборка показывает. Ну, я, кстати, не знаю, что они так 22 очка нам проигрывают. Таунс, пас. Таунс, пас. Два очка. Молодец. И Джимми Баттлер у пасик. Отлично. Два ассиста подряд сделал в двух атаках. Хорош. Баттлер. Хорош. Он прям, я увидел, как он открылся, пас отдал. Еще один ассист прошел. Ребята, я что-то прям раздаю ассистики. Пас на трех у Таунсу он попал. И фолл зарабатывал в отрыве. Отлично. Первый штрафной мимо. Второй, пожалуйста, пожалуйста, я должен попасть. Нет. Нормально же набралось. Конечно, 64% шанс, не 100. И даже 80-е не 90-е. Два очка. Нормально. Сложные такие, рядовые. Но главное, чтобы Баттш Акробат еще тоже прокачивался. Так что иногда мне придется делать не очень хорошие в плане баскетбола броски. Просто чтобы Баттши эти качались, того же Акробата. Те же контактные данки. Еще один, кстати, перехват и сделал. Начинаю уже потихонечку читать игру, когда вижу, что соперник сейчас будет отдавать пас. Нажимаю квадратик и мой игрок, ну, выбрасывает руку и перехватывает мяч. По-хорошему, я должен в каждой ситуации пытаться мяч отобрать. И знать момент, когда соперники будут пасы отдавать. Пас. Еще один ассист. Ребята, 14 очков, 8 ассистов. Я даже представить не мог, что будет такой матч. И меня оставляют на площадке, мне дают играть. Тренер видит, что игра идет. Все, ребят, победа. Хороший матч сыграл. Опять же, не без ошибок. В конце заработал 3 фала, по-моему, почти не в каждой атаке подряд. Но когда пытался мяч именно отобрать. Но нужно учиться все равно. Особенно, когда результат был хороший. Почему бы и нет. Вот за сложный удар немножко прокачал с бадж. Законтактные данки тоже неплохо так очков дали. В общем, кучу всего я выполнял. То есть, как можно более, если играть разнообразно, то прям прокачка идет очень-очень хорошо. Даймер, кстати, очень важный для меня бадж. Это как раз бадж на то, что после моих пасов больше процентов. То, что тот, кому я отдаю этот пас, забьет. И смотри, 40 процентов мы набрали в этом уровне. Охранник, ну блин, ну сейчас-то, 14 очков, 80, я почти дабл-дабл сделал. Ну-ка, ну-ка, смотри. Так. Ясно. Короче, этот охранник, это реально главный рофл этого про каждый день. Так, и на телефон опять пришла какая-то смс-чка после матча. Снова мой агент. Так, Найки написали мне, и у меня есть хорошая новость и плохая новость. Давай сначала плохую. Так, они пока что не готовы говорить с тобой по поводу денег и хотят побольше посмотреть, короче, от тебя. Ну, там, в игре, чтобы я лучше стал играть и стал более клевым. Так, играй чуть побольше, получи больше игрового времени. Насколько больше игрового времени я должен получить? 15 минут. Они хотят, чтобы я хотя бы по 15 минут играл, чтобы сделать, ну, чтобы заключить со мной сделку. Спасибо, Аки, хорошие новости. Они предлагают отправить тебе кроссовки. Аки. Ага, я должен выбрать трое кроссовок. Точнее, одни кроссовки из трех вариантов. Ну, мне вот эти вот высокие больше всего нравятся. Пожалуй, я их возьму. Хороший выбор. Я отправлю им, и они пришли тебе их в твою раздевалку. Так, хорошо. Пишут по поводу селфи с теми мужиками. Пока что, говорит, тебе ничего делать не надо, но я потом с тобой свяжусь. Ну, и клево, что селфи с фанатами зашло. Так, а в социал-медиа я могу посмотреть где-нибудь? Кто-нибудь наверняка же меня как-то закинул. Тальбальдер. Ну-ка, чё-то такое. Меня на обложке напечатать? Добро пожаловать в Миннесоту. Легкий форвард Диджи Шепард. У меня такая рожа здесь. Блин, прикольно. Это помните, как в андеграундах было, когда машину твою на обложку помещают? Так, ну, получается, да, все три новости о том, что меня на обложку впервые поместили. Журнальчик. Ну, журнальчик, конечно, такой себе, но... Так, и вроде бы как я могу прокачать себе стамину. Я прав? Что у меня 2000 VC? Так, а мне нужно было вроде бы 1700. И теперь у меня стамина будет 97. Да. И я так правильно понимаю, что... Нет, уровень 86 я пока что еще не получаю. Мне бы сейчас был хендлинг с пасами прокачать. Подборчики бы тоже со стилами вот замаксить. Ну, в принципе, все бы замаксить и было бы клево. То есть, беленькие стрелочки это максимум для моего архетипа. Для моего персонажа. То есть, данки у меня уже максимальные. И, в принципе, мне должно этого хватить. Для моего персонажа. Вот. Ну, а с вами был Джек. Увидимся в следующих сериях. Посмотрим, как бы дальше продвигаться наша карьера. Чуть больше игрового времени мы получаем. И это очень хорошо. Так что, увидимся в будущем и счастливо. Не забывайте заходить в магазин G2.com. Теперь, после покупки, вы получите 3% себе на кошелек обратно, используя кодовое слово Джек. Первая ссылка в описании. Продолжение следует...